Ну чё, хромово, мужское движение, алименты ущемляют мужчин, ну вообще ущемляют, да. Итак, мужское движение. Я как бы немножко представляла, что это такое. Но я всё равно погуглила, некоторые определения немного разнятся, но в целом все сходятся на том, что это движение за права мужчин. А вот какое прекрасное определение я нашла в оф... Вообще, у мужчин прав не должно быть, я считаю. Мужчины хуйня, правильно, хромово? Правильно, нахуй им права. В официальном паблике мужского движения... Нахуй мужиков! ...движение ВКонтакте. Мужское движение, общественное объединение составляет... Молодцы, все, мужское движение сделали. ...целью и ликвидацию вопиющей дискриминации мужчин. И сейчас нам всем стало очень грустно за мужчин. Из контекста я поняла, что в основном... Ну вообще есть проблемы, мне кажется, их надо решать. Мужское движение, как и феминизм, на самом деле тоже проецирует некоторые снимания фантазии на реальность, это правда. Но некоторые проблемы, я с ними солидарен, как и с некоторыми проблемами у женщин тоже, да. Ну то есть и в феминизме есть доля, так скажем, правды, и в мужском движении есть тоже своеобразная доля, тоже тех вещей, которые неплохо было бы сделать. В основном они целью, конечно, ставят защитить, это самый угнетенный класс людей на планете, это гетеросексуальные белые мужчины. Им определенно хуже всего живется, их мы защищаем. Ну у нас в России не так уж и много ни гетеросексуальных, ни белых мужчин. Простите. И если вы сейчас немножечко обожглись моим сарказмом, скажем так, то я, конечно, безусловно, не считаю, что каждый отдельно взятый мужчина на этой планете живет абсолютно счастливую жизнь без каких-либо проблем, травм. Да, только проблема заключается в том, что некоторые проблемы мужчин организуются буквально государством и за счет, ну собственно, и многие права женщин, они возникают за счет мужчин, особенно когда речь идет об алиментах, например. Ну, вот алименты это пример ущемления мужских прав, тотальный пример, полное уничтожение человека. Аблов и прочего. Нет, конечно же, все мы люди и у всех у нас как минимум бывают плохие дни, как максимум на какое-нибудь быдло вне зависимости от пола можно нарваться в любой момент. Но это на самом деле тема про именно вопиющую дискриминацию мужчин, цитирую. Это тема для отдельного обширного ролика, потому что мы тут как будто бы не можем говорить о системе. Короче, короче, чтобы не занудствовать в этом легком новогоднем видео, я хочу привести вам для начала пример вопиющей дискриминации мужчин, о которой говорит автор тиктоков, которые мы сегодня будем рассматривать. Здесь Сарвачев. О-о-о-о! Наш клиент Сарвачев! Сарвачев, блядь! Несколько лет в нашей стране удвоилось неплательщиков алиментов. Буквально пару лет назад их было восемь... Ну, неудивительно. ...самсот тысяч, сейчас полтора миллиона, ну, практически все из них. Неудивительно, блядь, как алименты платить в нашей стране, вы подумайте. Зарплатой 20-30к, прикиньте, четверть этой зарплаты отдавать. Ну... Это мужчина не платит алименты, то есть ходит под уголовной статьей за неуплату алиментов. Почему? Неужели все эти полтора миллиона, думайте в эту цифру, мужчин, желают голодной смерти своим детям? Да нет, конечно. Не платят алименты в нашей стране мужчины, потому что ни одному человеку не понравится, когда его к чему-то принуждают. И большинство из этих мужчин, подавляющее большинство, содержало бы детей, покупало бы им еду, покупало бы им подарки, одежду, оплачивало бы садики. Но, когда это делается из-под палки, когда это делается ультимативно, когда тебя... Не, вообще, алименты это пиздец, какая невыгодная хуйня, в том плане, что вас отнимают кучу денег и дают их не ребенку, блядь, и не содержание ребенка, и вы не сами решаете, что ребенку покупать на эти деньги, блядь, а просто ебучей блядской жене, которая распоряжается деньгами так, как она хочет. Пиздец, блядь. Просто пиздец, блядь, понимаете? Это полный пиздец. Тебя втаптывают в грязь с помощью тех же самых судебных приставов и всей репрессивной государственной машиной, когда тебе... Ну да, да, Соня, повыебывайся, Соня, повыебывайся. После этого не спрашивай, почему к феминистической позиции так хуево относятся. Тебя выкручивают яйца, руки, все части тела и говорят, плати, сука. Желание платить не возникает. Второе. А что мужчина имеет с того, что платит алименты? Он даже не может контролировать их... Много народа платят, и многие страдают. ...страту женщины. Полно случаев, когда женщина эти самые алименты содержит себя, а то и своего любовника, а то... Да, вообще не вопрос, а в смысле норм. ...то и нескольких. Мужчина даже не может пойти в опеку или судебным приставом и сказать, я плачу алимент, обеспечите мне, чтобы я видел своего ребенка столько, сколько мне надо. Чтобы я общался с ним, с ребенком своим, в тех форматах, в которых мне... Ну, это правда. Мне надо. Тут абсолютно очевидно, что мужчины находятся в абсолютно угнетенной позиции. Простите за тавтологию. Мне очень хорошо знакомы... Ну, вообще, правда, здесь... Ну, в общем, это одно из самых адекватных видео Старвачева. На юридическую тему он юристом является. Кстати, по этому же вопросу. Вот. И он здесь понимает, что он говорит, о чем он вообще разговаривает. Это тоже важно заметить. Это, во-первых, да. Во-вторых, сарказм здесь, ну, вообще неуместен. Прикиньте, у женщины бы отбирали ребенка, вот когда она рожает, отбирают, блядь, ребенка, отбирают ребенка у нее, воспитывают. И еще четверть ее зарплаты денег отбирают, которые она зарабатывает. Прикиньте, вот просто женщины проецируйте на себя эту хуйню. Вот. Вот поняли, так себя чувствуют мужчины приблизительно. Ну, да, они, правда, не рожали, это вот такой вот минус. Но тут как бы... Тут как бы вот так вот. Вот прикиньте себе, вот представьте себе, представьте себе, да, как это вот так вот происходит. Это ж полный, блядь, кринж. Ни одна женщина так себе не захочет. Хотя в некоторых странах женщины платят элементы. Это чувство, вот когда ты заходишь, золотое яблоко, и там все эти палеточки, все эти вот, все эти вот лаки, все эти вот пудры, они прям говорят тебе, плати, сука. И ты вот думаешь, вот это вот принуждение, вот это вот, зачем это давление извне, я не понимаю. Ну, это, конечно, мда-трэш, вот иначе, знаете ли, и не скажешь. Вот все эти... Мда-трэш, охуеть, пиздецкая, она дура. Не, я, честно говоря, не представляю, в чем проблема, да, в том, что Сарвачок сейчас говорил, вот вообще не представляю. И основная проблема заключается в том, что сама Соня, она даже не хочет разбирать сказанное никак, что ей конкретно не нравится. Почему алименты нужны? Почему алименты важны? Почему без алиментов никак? Так, ответный аргумент в стиле, да, трэш, ну вы поняли. Да, именно, вот именно, что ответный аргумент здесь такой. Она могла бы ответить, мол, ну, вообще-то, а как содержать детей? А Сарвачок бы ей, например, уже мог бы ответить на данный вопрос. Ну, я как мужчина сам могу содержать своего ребенка. Ну, или, например, а зачем мне содержать ребенка, к которому я не имею никакого отношения, кроме того, что у меня там семя туда попало, в эту самку каким-то образом. И я ей предлагал набор деньги дать, а она вот отказалась и решила рожать ребенка. Почему я, блядь, должен страдать с этим чужим ребенком, который ко мне имеет мидерное, минимальное, микроскопическое отношение, да? Решение о его жизни я не принимал вообще, и никакого отношения к нему я иметь не хочу, да? Я его не воспитывать не хочу, ничего с ним иметь не хочу, но почему-то деньги плачу, блядь. Вот как-то вот так вот получается здесь. Вот. Потому что даже на это уже на следующий ход есть ответ. Видите, полтора миллиона женщин по нашей стране, а я уверена, их, кстати, гораздо-гораздо больше, потому что не каждая женщина, которая не платит алименты, пойдет в суд и вообще как-то уведомит государство об этом. Каждая из них, безусловно, содержит по одному, а то и по несколько любовников. Знаменитые женские гаремы. Ну, а мало ли. Ну, слушайте, вообще, в принципе, вообще, в принципе... Ладно, не буду своей личной историей рассказывать про Редпэх, но все-таки это реальная история, то есть, ну, вообще без проблем. Вообще без проблем. Блядь, женщина, ну, содержит, не содержит, но отдавать эти жалкие пять тысяч там любовнику, типа в долг, не в долг, купить что-то там, побухать, пожрать там со своим мужиком новым. Да вообще не вопрос, блядь, в чем проблема? У тебя мужик появляется, и некоторые бабы, они могут на него тратиться. Ну, типа, что нет-то? Я вообще не появляющее фишка. А на что их содержать? Конечно же, на 7 тысяч алиментов, которые платит муж, да. Ну, да. Ну, как, а в смысле? Ну, нет, она, конечно, может не конкретно на эти 7 тысяч, да, соответственно, конечно же, содержать своих любовников, так скажем. Но она может на свои деньги содержать, но просто тогда у нее своих денег становится меньше, она из алиментов себе добавляет. Она может свои 7 тысяч потратить, а 7 тысяч, собственно, которые муж задонатил ей, ну, соответственно, тратить на питание для себя и ребенка. Это именно та сумма, на которую ты содержишь любовника. Это абсолютно... Какая разница? Да какая разница-то? Какая разница, на какие ты деньги содержишь любовника? Если у человека зарплата, ну, собственно, сколько? 7 тысяч 7 на 4 получается умножить, да? Пиздец, блядь, сука. Ебануться. Прикиньте, он со своих, ну, около 30 тысяч, соответственно, да? Ну, мы не будем ровно 7 тысяч брать, там, 7500, там, и так далее, да? И со своих около 30 тысяч, блядь, отдает четверть зарплаты, блядь. Четверть, блядь, зарплаты отдает. Блядь, это пиздец, блядь. Мужик отдает, ну, не последний. А эти два ребенка у него или три, сколько там, да? Половину, блядь, отдает, из 30 тысяч 15, блядь, отдает. 15, половину своей зарплаты. И живет, блядь, на 15 ебаных тысяч, сука. Сука, блядь. Аааа. Вы представьте себе, какой пиздец. И он не может никак проконтролировать, на что тратятся деньги же, блядь. На мужа, на жениха, блядь, на косметику, хуетику, блядь. На хахали, хуяхали. Он не может ничего проконтролировать. Ахуенно, блядь, ахуенно. Вот ты, мужчина, твой доход уменьшается вдвое, ну, или в четверть. Просто вух, блядь, вух, нахуй, нет дохода. Работает, долбоев. И ты ничего не можешь. И ты, блядь, ничего не можешь с этим поделать. Мерзкая, омерзительная позиция. А почему? Мужчина бы и рад содержать своего ребенка. И рад бы. Но вот если у него есть чувство, что хотя бы один рубль из этих семи тысяч уйдет на маникюр его жены, у него сразу есть это чувство скрученных яиц, знаете. Хоть на ли... Да ты ебанутая, блядь. Во-первых, маникюр стоит там от тысячи вроде. Я не знаю, сколько маникюр стоит. По-любому больше тысячи стоит ваш маникюр. Пиздец, блядь. Ты тратишь свои, блядь, деньги, кровно заработанные. Это пидорасина, блядь, пид... Я просто пизды ей отданадавал бы, блядь. Я нашел эту шлюху бы. И отпиздил бы, блядь, ее. Если бы узнал, что она на маникюр потратила мои деньги. Пиздец, блядь. Пиздец, блядь. Я бы этой шлюхе ноги бы оторвал за эти деньги. Пиздец. Закровно заработанные, блядь, мои ебучие пять, там, семь, десять тысяч, которые я отдаю этой бледине, нахуй. Я бы и ноги отпилил, и руки, блядь, отпилил бы, и ебальные бы, блядь, начистил эти проститутки. Пиздец. Просто кринж. И в ешку режь. Да, мой ребенок. Мое продолжение. Мое счастье, моя радость. Так бы я и виделся с ним. Да пошла ты нахуй, шлюха, просто, блядь. Пиздец. Мы каждый день, и играл бы с ним, но не, нет, нет, не руб... Я просто в ахуе, ну, блин. Слушайте, после такого к феминисткам вообще никакого хорошего отношения, конечно, быть не может. Знаете почему? Ну, потому что они, блядь, к мужчинам тоже хорошо не относятся. И это полный пиздец, конечно. Это, конечно, полный пиздец. Ну, то есть, сочувствия никакого нет, а это действительно, блядь, проблема. Ну, то есть, многое, что связано с элементами, это проблема на многих уровнях. Особенно, если мы феминистических каких-то целей пытаемся достичь. Типа, там, равенство, неравенство, хуявенство, там, и прочего говна. У нас равенства-то никакого-то и не будет в таком случае. Нам полный, полный пиздец грозит с этими ебаными, тупыми, блядь, абсолютно ебанутыми алиментами. Я просто не представляю, кто из мужчин может поддерживать эту ебанутую хуету. Просто потому, что это полный пиздец. Это полный, блядь, пиздец. Все, что связано с элементами, это полный, блядь, тотальный, абсолютно ебанутый кринж, блядь. Потому что ситуации бывают абсолютно разные. Ну, вот просто вот презик, блядь, лопнул нахуй, презик лопнул, лопнул презерватив. Все, ну, я не знаю, тебе пиздец, блядь, после этого. Просто полный пиздец. Насколько же, насколько же эти суки, блядь, ненавидят людей. Я просто охуеваю, ну, мужчин в смысле. Насколько же им похуй, блядь, на мужские проблемы. Насколько же им, блядь, насрать. Просто поебать. Ты правильно делает, Ирина, что уходит, но все равно, но все равно, блядь, но все равно, блядь. Это ж пиздец, блядь, это полный, блядь, пиздец. Тут не уходить нельзя, тут такая ситуация, когда нельзя не уходить, понимаете? Просто тут с одной стороны вроде бы хер знает, как ты к ребенку относишься и как он вообще на свет появился. Ситуации могут быть разные, потому что реально, ну, вопрос о рождении ребенка может быть исключительно желанием самой женщины, нахуй. Просто желанием самой женщины, при том, что забеременеть она может от абсолютно разных воздействий, вы можете даже не хотеть, вы можете даже плюс-минус защищаться, блядь, но все равно может появиться, блядь, ребенок. И что тогда, блядь? Реально ебать мужчин можно только, не одобряю, блядь, не одобряю, осуждаю, гомосексуализм мы не распространяем и ненавидим. Но ведь, а что еще больше способствует всему этому? Ну, только вот такие законы по алиментам, это же полный пиздец. И это, безусловно, ну, как бы тотальное преимущество женщин над мужчинами, это неравенство, блядь, это тотальное преимущество в правах, абсолютно тотальное преимущество в правах. Ни одна женщина не согласится на что-то подобное. Вообще, я бы еще сверху, знаете, делал бы так, если мужчина, женщина находит себе мужика другого, все, блядь, алименты заканчиваются. Все, алиментов больше нет, ты нашла себе мужика, все, кормили, съесть в семье, пошла нахуй. Бля, ему не уйдет, нет. А что я получу с этих алиментов? Я надеюсь, ты получишь срок, если не будешь платить кому-то алименты. Просто сама эта позиция человека, который в первую очередь думал... Здесь, бать, напугал меня. За несколько лет. Сорвачев. Просто сама эта позиция человека, который в первую очередь думает, а что он получит взамен на свои деньги. Ты не покупаешь время ребенка, ты... Ты просто хуй сосешь, понимаешь, что ты не покупаешь время ребенка. Ты просто сосешь хуй, блядь. Ты просто, блядь, хуй сосешь за эти деньги. Ты платишь половину или четверть своей зарплаты. Просто чтобы отсосать хуй, блядь. Просто ничего, блядь, ни времени ребенка, ни внимания. Это будет чужой, блядь, ребенок. Чужой ребенок, за которого ты платил 18 лет, и с которым ты, блядь, нихуя не увидишься. Ты не понимаешь, что ли, блядь? Это что, еще объяснять нахуй надо? Ну ты, ну ты тупой, блядь, долбоеб. Создал человека, значит, твоя клетка, она создала... Так, блин, Ирина, можно просто встречаться с девушкой, спать с ней, и она может забеременеть. Вы лично не хотите ребенка. Вот я не хочу, например, ребенка. Вы переспали, и вы не хотите ребенка. А она вдруг такая... А я хочу, блядь, рожать. По-хорошему как бы это было. Ну, рожай, меня это не касается, до свидания, прости. А как это в реальности будет? Она попытается с алименты с тебя стряхнуть, и ты будешь, там, 18 ебаных лет. То есть, вот мне сейчас 30, я до 48 бы платил ебучие алименты. Хуй пойми кому. Пиздец. Блядь. Ну или свадьба. Что еще хуже? Что еще намного хуже, как вариант? А еще множество клеток, которые теперь разговаривают и срут в памперс, и, ну, это твоя обязанность растить его до 18 лет, до его дееспособности. Так же, как и его матери. Только вот что-то как-то мне подсказывает, что большинство из этих полутора миллиона женщин на своем горбу тянут всех этих новых... Ну и пусть тянут. Если это их личный выбор, если выбор о деторождении, это лично их выбор. Если выбор о контрацепции, это тоже их выбор, да? Какой контрацепцией пользоваться? Там, выпила она таблетки или не выпила сегодня? Если это все ее выбор, какое отношение к этому имеет, блядь, мужчина в таком случае? Алименты, на мой взгляд, должны быть только в одном случае, в одной ситуации, да? Когда вы оба решили, что вы хотите появления ребенка. Если вдруг мужчина соскакивает, да, там, например, все, я ухожу из семьи, я отваливаюсь. Только в том случае, если только мужчина соскакивает. Если женщина ему изменяет, пошла нахуй, блядь, да? И там сама уходит, пошла она нахуй. Вот если мужчина соскакивает, говорит, все, пока. Или сам изменяет, сам уходит из семьи. Если есть, в общем-то, да, какая-то вещь, которую делают мужчину здесь зашкварным каким-то образом. Вот тогда он платит алименты. Вот если он дал изначально согласие на рождение ребенка, сказал, что да, я хочу, чтобы этот ребенок появился на свет. Я обязуюсь его, соответственно, воспитывать и, соответственно, его как-то, ну, финансово снабжать. Только в таком случае алименты являются допустимыми. Алименты платят не жене, а ребенку. Нет, их платят именно что, жене, мини-ми-ми, я. Их платят, блядь, жене. И жена распоряжается этими деньгами. Вы не можете, блядь, привезти ребенку еды. Вы не можете, ну, вы можете, конечно, но это будет сверх алиментов. Вы не можете, блядь, ребенку новую одежду купить вместо этих алиментов. Вы не можете, не знаю, оплатить квартиру тепло, да, за ребенка. Это не будет вам засчитываться за алименты. Вы ничего этого не можете сделать. Вы получаете пизды. Людей. Просто я вот, например, лично знаю человека, который зарабатывает 100 плюс тысяч в месяц. И когда он развелся своей женой, у него уже был ребенок 5 плюс лет, то есть он еще 5 лет растил, его любил, целовал макушечку, потом с женой он развелся. И спрашивал у меня, как бы ему так сделать, потому что я оформлена как индивидуальный предприниматель, спрашивал у меня, как бы так уйти от налогов или на какую форму налогообложения. Ну хули, он не хочет 25к отдавать этой суке, наверное. Просто 25к не схуя просто отдавать какой-то шабалде. И нихуя. Перейти, чтобы по максимуму сделать свой официальный заработок минимальным. Зачем? Сделайте ребенка непридатком к женщине по законам тогда. Сделайте, чтобы мужчина и женщина в равной степени обладали возможностью ребенком завладеть как бы в итоге. Think about it, блядь, think about it, понимаете, мини-ми-мия? То есть у вас тут такие законы, в которых женщине достается ребенок всегда, блядь, даже если она его не особо хочет. То есть она просто там родила, блядь, и родила, сука. Если у нее никаких способностей нет, если она не может его никак даже нормально физически снабжать. Вот. Ну, такое. Чтобы меньше платить алиментов. Потому что... Да, давайте ребенка тому, кто больше зарабатывает. Согласен. Ну, без алиментов, кстати, можно. Алименты высчитываются из заработной платы человека, официальной. Я тоже не понимаю, почему бы не отдать этого ребенка 5 лет бате, получающему 100к, при том, что, скорее всего, он найдет себе хорошую маму потом, да? Ну, батя найдет себе нормальную невесту-жену за эти 100к, ну и все будет нормально. И у ребенка и мама будет, и папа, и все будут на месте, и всем будет хорошо, и всем будет замечательно. Вместо того, чтобы искать, ну, вместо того, чтобы жену оставлять РСП, на которую никто не купится, кроме, ну, всяких там мужланов, которые хуй знает, что с твоим ребенком еще делать будут. Серьезно, блядь, я вот этой хуни не понимаю. У нас реально очень социально женское государство, у нас очень женские законы, и это полный пиздец. Конец, блядь, ну, конец, ну, это просто, просто же жесть. А быть мужчиной в России невыгодно? Если ты официально... Из Трубачева можно понять, ну, то есть, здесь настолько невыгодный договор. Если мужик выделит из своих 100к 25 месяцев, этот ребенок будет тупо в золотой унитаз срать. Такой, понимаете, в чем дело? Тут как бы еще фишка в том, что и муж платит, да, и жена платит, и у жены, может быть, мужик еще сверху есть, который тоже, блядь, платит. Да вы охуели, да вы охуели просто. Да вы просто охуели. Получаешь 11 тысяч, ты будешь платить какие-то копейки, соответственно, если ты получаешь 100 тысяч, то это уже более существенная сумма. Такие вот у нас мужчины. Да, не все, но, очевидно, из ущемленных такие все. Здесь Сарвачев. Скажите, мужчина, что вы сделаете, если к вам подойдет миловик? Да не, ну я просто понимаю, что, ну, видите, вот у фемок, у них просто бесчеловечное отношение к мужикам. Просто бесчеловечное, им похуй. Давайте честно, феминистки, вам похуй на мужиков. Вы просто, просто пиздой им облиться вот так вот терлись и плевали, блядь, в них, в этих уебских долбоебов. Ну давайте серьезно, давайте серьезно, давайте серьезно, блядь, да, то есть проблемы, реальные проблемы мужчин, то есть реальные, блядь, уголовные, нахуй, проблемы мужиков, сука. Ты либо платишь кучу денег, либо, блядь, ты получаешь уголовку, блядь, настолько хуевые проблемы мужиков, похуй, похуям, нам похуям, женщинам. Видная девушка и предложит сфотографироваться, мол, так вы ей понравились. Ну, большинство из вас скажет, да что, мне жалко, что ли? Конечно, сфоткаюсь с милой, очаровательной богинюшкой. Вот я не знаю же, откуда вы, Ирина, это обычно взяли, но тут по-разному бывает. Ну и хорошо, что получается, блядь, тут опять же, блядь, столько этих ебанутых нюансов, столько проблем, блядь, я охуеваю. Серьезно, могли бы и по-другому организовывать все эти расставания? Женщиной. А между тем, эта фотография с вами может быть использована, как одно из доказательств, в суде об установлении вашего отцовства над ее ребеночком с последующей выплатой ей алиментов. Как так, спросите вы? Вот Тарвачев, я не знаю, может быть, юридическую практику рассказывает, я, кстати, хуй знает, если это так, это полный пиздец. Я же с ней не спал, просто какая-то фотография, да я ее даже и не знаю, а вот так, дорогие мои друзья. А если страшно, можно с ней сфоткаться? Может быть, твой великолепный лик рядом с ней на фотографии, это будет лучший подарок на Новый год, который... Нет, слушайте, вот он просто юрист, который в данной теме работает, может быть, это реально из практики его жизни, хуй же его знает. Ну, из его не просто практики жизни, из его рабочей, блядь, практики. Ну, тогда вообще пиздец. Она может только его найти. Сука, это настолько невероятно абсурдно, великолепно, что это даже не нуждается ни в каких комментариях. Во-первых, тест ДНК, ху. Я не знаю, ладно, может быть, такие прецеденты и были, но, во-первых... Ну, если они были, это просто пиздец, Соня. Это полный пиздец, блядь. Слушай, насколько нужно быть тупым, чтобы, ну, не подать просто потом на тест ДНК? Да, это, возможно, неприятная ситуация. И дорого, возможно, даже. А прикиньте, вы с женщиной, блядь, переспали, вы с женщиной переспали, и вы думаете, что это ваш ребенок, а он, блядь, не ваш. Прикинь, сдаить с мужика 40К на тест ДНК тупо за фото. Да, охуенно. Нет, ну, с одной стороны, да, 40К в России, где, ну, вы понимаете, как людьми с деньгами дела обстоят, с одной стороны. С другой стороны, блядь, как бы, лолкек, скорее всего, никто не будет тест ДНК делать, потому что, ну, скорее всего, вы с ней переспали, и вы будете думать, так это же мой, блядь, ребенок. Это же мой, блядь, ребенок, скорее всего. А хуй знает, с кем она спала. А хуй знает, кто у нее там был. Она просто выбрала вас, как, не знаю, наиболее подходящего папу, так скажем, да. То есть, трахалась она с кем попала, может быть, вы с ней даже защищались. Она потом говорит, а вот презерватив порвался, а вот там еще что-то случилось. Ой, а я забыла таблеточку принять, и так далее, и так далее, и так далее. Ребенок, блядь, не ваш. А проверить 40К стоит, и вы не думаете, что нужно проверять. Не каждый мужчина согласится здесь проверять. Не у каждого денег хватит на проверку. Ну, конечно, понятное дело, что лучше провериться. Да нет, я просто, ну, в представлении Сони Хромовой, все женщины, они, знаете, ну, типа, чистенько, они абсолютно праведные, они абсолютно хороши, никто никого нигде не наебывает. Но законы должны быть устроены таким образом, чтобы не дать наебать. Ну вот, понимаете, в чем дело? Если вам вдруг 40 тысяч надо за ДНК-тест платить, что-то, блядь, здесь не так уже, да, чувствуется. Что-то здесь не так. Так, также, соответственно, важно еще и заметить, что, ну, блин, блин, ну, серьезно, ну, кто, кто ДНК-тесты делает? Откуда вы знаете, с кем там эта женщина, блядь, спала? Если это просто, ну, а вдруг вы не в отношениях вообще находитесь? Ну, например. Она к вам говорит, это ваш сын. Пиздец, ну, ее охуенно, что-то не предохранялось. Ну, молодец, блядь, что могу тебе сказать, подруга? Сосать. И не самое прикольное, что можно делать, это доказывать, что чужой рандомный ребенок не твой, но, мне кажется, процент, мне кажется, это максимум был один раз в истории. Так часто женщины к мужчинам на улице подбегают и такие, а, типа, если у меня есть фотка, не знаю, на концерте сфоткалась с Егором Кридом, я могу как-то подать на отцовство? Егор Крид ДНК-тест сделать сможет как раз. Я думаю, что официальный заработок у Кридо неплохой такой, как-то хочется его алиментов. А вдруг он не догадается подать на тест ДНК, правда? Ну, это очевидно. Ну, кстати, вот хуй знает, генотек.рум, тест ДНК. Тут надо еще и дождаться ребенка. Ну, кстати, вот, за 8 тысяч есть, но это для взрослого человека. Тест ДНК в Санкт-Петербурге, генетические анализы. Сколько он стоит? А, тест на отцовство, кстати, есть 4 тысячи рублей, но все равно 4 тысячи рублей, многовато. Я думаю, тест ДНК для суда, блядь! Ага! Ага, нахуй! То есть, тест ДНК на отцовство, это просто 4 тысячи рублей? А установление отцовства при беременности реально 40 тысяч рублей? 50, 45, 45 тысяч рублей при беременности. Но при этом тест ДНК для суда, для суда 10 тысяч, 11 тысяч рублей, 11 тысяч рублей. Для суда, то есть, больше. Просто на отцовство 4 тысячи, а не для отца, а не для суда, ну, то есть, для суда дороже. В два раза. Охуенно, чё? Охуенно, чё? А при беременности, блядь, при беременности, нахуй, при беременности, так вообще 40, 45 как? 45 тысяч рублей, блядь! Да ты пиздец! Кто такие деньги будет платить? Одна из острейших проблем ущемленных мужчин, против которой они борются, это вот это вот незаконное фотографирование на улице. Сарбачёв? Нет, ну, если реально фотография совместная может использоваться в суде как доказательство, ну, это пиздец. Более того, ещё раз, ДНК-тест для суда после родов будет стоить 10к рублей. Ну, понятное дело, что алименты в любом случае больше отберут, но не всякий мужчина сможет на них подать. Более того, можно реально сказать, что... Ну, вот вы можете просто подать на отцовство 10 тысяч, за 10 тысяч рублей, да, вот на этот тест. И окажется, что это ваш ребёнок, а вы в жопе. Ты даже если это ваш ребёнок, вы, блядь, не обязаны платить, чё с хуйня? Ну, реально, крышак-то сорвало. Здесь Сарбачёв. Друзья, вы не задумывались, почему большинство женщин это нищебродки? А я вот тоже задумывалась. А почему большинство женщин зарабатывают меньше? Да-да, тест в кредит брать только если. Чем большинство мужчин. Может быть, стеклянный потолок, может быть, сексизм, может быть, это просто какое-то подсознательное нежелание. Ну, хуй знает, женщины в проституции на веб-каме нормально зарабатывают. Да, поехали дальше. ...начальников повышать своих. Ну, у нас просто в России реально сейчас просто половина женщин это веб-камщицы и проститутки. Поэтому я, честно говоря, не знаю, кто там больше зарабатывает. По-моему, наша СНГ содержит все, короче, все блядские платформы интернетовские. Так что, честно говоря, ну, типа, лол, кто еще больше зарабатывает? Женщин коллег, не знаю, почему. Я вот задумался и вывел удивительную формулу. Представьте, что если женщина инвестирует, инвестирует в мужчину, то вселенная возвращает ей вложенные деньги в десятикратном размере. Это элементарная финансовая... Ну, это кренж. Ну, это уже кренж. Да я шучу, не половина, конечно, преувеличил. ...своя грамотность. Поэтому, когда видите нищую, необеспеченную женщину, скажите ей, вложи свои последние деньги в мужчину. Поверь, вселенная тебе вернет это. Че за хуйня? Че за хуйня он несет, ребят? В десять раз больше. Какая вселенная? А знаете, есть какое-то чувство, что мы тут всей страной вкладываемся в одного конкретного мужчину и все еще ждем свои дивиденды. Хочу вам рассказать о женской фразе, после которой знакомство... А че она свой ебальник закрыла? Невозможно. А фраза эта звучит так. Что ты можешь... Че, с ебальником, Соня? Соня, че с лицом? Мне предложить. Многие из нас сталкивались с такой ситуацией. Когда, например, вы в соцсетях, или даже где-то на улице, или там где-то в кафе. И я в этот момент подумала, что он сейчас будет рассуждать про женщин, которые ищут исключительно материальную выгоду в мужчинах. Типа, вот я такая молодая, красивая, рядом с тобой, какую сумочку ты можешь мне предложить? Но, оказывается, мужчин можно ущемить гораздо проще. Вы пытаетесь познакомиться с... А чтобы не платить эти ужасные алименты, нужно думать перед тем, как заводить детей. И любишь ли ты действительно человека, с которым заводишь детей? А вдруг вы не заводите, блядь, детей? А вдруг вы не заводите, нахуй, детей? Какие же, блядь, мрази эти люди. Серьезно, какие же, блядь, мрази. Какие тупые, тупые одновременно мрази еще. Вот это поражает. Ладно просто тупые, но еще и злые. Тупые и злые. Вот это бесит больше всего. Женщины. И вообще не могут себя поставить на место других. Это то же самое, как мужики, которые, знаете, говорят, ой, ну, блядь, домашнее насилие, да че там, блядь, я ей, блядь, поебал, он, сука, отдал! Разъебал ее, сука! Все нахуй, ребра переломал! И что с того? Все нормально. Нормальный патриархальный брак, блядь, у нас. Все хорошо, блядь. Они заслуживают, блядь, такого отношения, к сожалению. Вот потому что к мужчинам они так же, блядь, относятся. Они борются за свои права и разъебывают мужские права. Вот, вот их цель, блядь, в итоге. Понимаете же, блядь, вот в чем парадокс-то. Вот в чем нахуй парадокс, ебать! А потом жалуются, домашнее, блядь, насилие. Домашнее, нахуй, насилие. Тука бы, блядь, если жена бы у меня была, она бы из дома, блядь, не выбралась бы, нахуй. Она бы от батареи была бы прикована. Какие нахуй алименты? Я бы ее от батареи башкой, нахуй, суку эту бил бы, блядь, каждый день. И жил бы в счастливой патриархальной семье. Лишь бы, блядь, не алименты. Понимаете, в чем дело-то? Вот в чем проблема, нахуй. Ну, вообще бы я не попал ни в какой брак, конечно же. Никаких детей не планируется, да, соответственно. И ничего такого не будет, конечно же. Но, блядь, я могу себя представить такой ситуации. И этого сука бы не ушла бы из семьи. И вот вообще здоровая, живая, она бы из семьи не ушла. Простите, да, простите, блядь. Тут как бы выбор, либо это сука, либо я, да, как бы. Вот моя жизнь на кону и жизнь этой суки, блядь. Захотел уйти из семьи? Да пошла ты, нахуй, я тебя, блядь, изобью здесь, нахуй, тебя ноги переломаю. Блядь, ты будешь привязана к батарее, нахуй, всю жизнь. Всю жизнь к батарее будешь привязана. И никак иначе. Простите, я шучу, если что, вы понимаете, что это шутка. Ну а как, а как, блядь, как себе, что делать? Куколдиться, блядь, позволять этим сукам, не знаю, деньги у нас отбирать за просто так, не с хуя. Вот вы, вот вы вместе. Давайте еще раз, еще раз, да. Вы встречаетесь вместе, все хорошо, рожаете ребенка по вашему общему договору, да, она такая, опа, все, рожаем ребенка, все хорошо, семья, брак, хорошо, охуенно. И вдруг эта сука, блядская, вам, допустим, изменяет и уходит из вашей семьи. С ребенком, блядь, и алименты, блядь, и она ебется с другими мужиками, блядь, и они тоже платят, блядь. Что за хуйня, блядь, творится? Ну что, как? Как это нахуй может себе вообразить вообще такую ситуацию? Тоже пиздец, пиздец, блядь. С девушкой спрашивать у нее, так сказать, номер телефона, например, не составит ли она вам компанию. А в ответ вы слышите, а что ты мне можешь... Нет, вы скажете, нет, ну не каждая же женщина так поступит. Проблема и заключается в том, что какая-то женщина так и поступит, да, есть такие женщины, которые именно так и, блядь, и поступят. И закон должен это все учитывать. Вообще все должен учитывать. Все возможные подъебки он должен учитывать, если уж вы кого-то и заставляете платить алименты. ...предложить или, ну давай, какие твои предложения? Куда пойдем? Как ты меня, так сказать, будешь обслуживать, развлекать? Здесь женщина четко... Для меня это буквально то же самое, если бы, ну просто кто-то предлагал бы легален... Смотрите, если бы я был девушкой, кто-то бы вдруг там легализовал изнасилование, нахуй. Просто полная легализация. Полная легализация изнасилования, представьте себе. Все, можно насиловать кого угодно после этого момента. Вот если я был девушкой и услышал бы высказывание о полной легализации изнасилований, полной, абсолютной, вообще без разницы кого насилуешь, ничего тебе не будет. Ни срока, ни штрафов, нихуя вообще, вообще нихуя. Вот приблизительно так же бы я и отнес, ну, собственно, к людям, которые за алименты. Вот для меня это буквально вот абсолютно идентичная хуйня. Абсолютно идентичная... Нет, нет, стоп, нет. Изнасилование лучше, чем алименты. Изнасилование лучше, чем алименты. Изнасилование один раз, блядь, произошло. Пук, блядь, и все, да? Потерпела, расслабилась, короче. А алименты, это когда тебя насилуют каждый месяц на протяжении 18, блядь, лет. Ну, просто не физически тебя насилуют. Тебя эмоционально, финансово, очень долго, мучительно. Доят, мучают, пытают, угрожают сроком, блядь. И так далее, так далее, так далее. Это куда хуже, чем изнасилование, простите, да? Недооценил. Задает формат общения, формат отношений. И это формат такой, что она потребитель. А вы, соответственно, должны ей предлагать и обеспечивать ее различные хотелки. А вот мне интересно, как он себе представляет эту ситуацию? Он подходит к девушке в кафе, говорит, привет, дорогая, а не хочешь ли познакомиться? И, предположим, она действительно хочет. В чем я немного сомневаюсь. Жестоко сейчас было, жестоко. Не по-новогоднему. Ну, ладно. Должна состояться, получается, примерно такая коммуникация. Привет, не хочешь со мной познакомиться? Привет, я как раз купила два билета в кино. Вот тебе один билет. Пойдем еще возьму тебе попкорна. Проведем это знакомство. И никак иначе, да? Если ты сам знакомишься с девушкой, хочешь ей предложить уже изначально свою кандидатуру для общения. Какое унижение. Все это женщины должны нам платить. С учетом, что существуют элементы, женщины должны нам платить, в нас вкладываться, нам там покупать всякие вещи, собственности и все такое, да, чтобы потом жить на нашу зарплату, а не наоборот. Пиздец просто. Пиздец просто нахуй. Какой позор для уважающего себя мужчины. Это все потакание женскому матриархату, что-то ей предлагать. И ты не продолжаешь логически ваше общение, а ждешь такой, типа, ну ебац. Вот я, ну я, что, что-то еще? Я, я просто туши, развлекай меня, вот, ну что? При этом... Блин, она даже, она даже не может предложение сформулировать нормально. Ну, блин, она не просто тупая, она еще и злая. Меня вот это вот поражает. Ну, просто поставь себя на место мужчины. Не, могу себя поставить на место женщины в случае с элементами. Ну да, с элементами веселее, конечно, иначе самой придется зарабатывать. Но представьте себя, блядь, на место мужчины. Поставьте себя, блядь, на место мужчины. Это же пиздец, это же пиздец. Четверть за одного ребенка и половина за двух зарплаты, блядь, официально. Это ебануться как много. Это ебануться как много, это очень много. Это невероятно много. То есть официально работать тогда реально вообще нельзя было, это же человеку. Просто для выживания даже. Для выживания простая обычная работа ему будет, ну, непригодна. Человека выгоняют буквально на рынок черного труда какого-нибудь. То есть выгоняют зарабатывать там, где, ну, собственно, раньше он мог бы, ну, и не зарабатывать. Он мог бы на официальной работе работать, нормально все делать, все по документам, платить налоги там. И вся такая хуйня. Но он не может теперь платить налоги. Его буквально выгоняют с его работы. Просто потому, что ему на 20-25 тысяч, которые он еще отдает, из которых дохуя денег, он просто выжить на них не может. Как быть? Любителям, так сказать, наступить себе на горло, отодвинуть свои чувства собственного достоинства на второй план ради какого-нибудь умопобрачительного, как им кажется, секса. Я разочарую с женщинами, которая включила у вас вот такой вот режим, потребительский режим. Ну да, конечно. Женщина же она исключительно должна только отдавать. Ничего потреблять она не имеет права. Я искренне не понимаю это. Ты много чего не понимаешь. Логики, даже если поставить себя на его место, как будто бы, если ты предлагаешь варианты развлечений. Ну представь, ты рожаешь ребенка, его у тебя отнимают, и на протяжении 18 лет у тебя четверть зарплаты автоматически отнимается. Поставь себя вот в такое положение и подумай об этом. Ну или не важно, не ты рожаешь ребенка, твоего ребенка рожают, и все по тому же плану. Ты в более даже выгодной позиции. Почему для него предложить какие-то развлечения на выбор равно удовлетворить ее хотелке? Так ты предлагай то, что и тебе нравится. Типа, что ты когда предлагаешь, у тебя есть возможность без... Ну, по поводу того, что было сейчас МСКАД на попу вообще. Прецедентное предложить что-то, что тебя самого устроит, понимаешь? А вот в то же время, если предлагать будет только она, то вероятнее вы сойдетесь на каком-то варианте, который будет устраивать тебя не идеально. Потому что, ну, тебе виднее, что ты хочешь. Особенно, если это ваша первая встреча в кафе. Фееричный бред. Обожаю. Поговорим о распространенной женской манипуляции, когда женщина вам рассказывает о том, что у нее было много мужчин. Нужно четко понимать, что это манипуляция. Когда женщина вам рассказывает, что у нее было много мужчин, она хочет, чтобы вы с этими мужчинами соревновались. И самое плохое, что вы можете сделать, это начать загоняться. У нее было много мужчин, значит, она опытная, она перевидала уже много болтов, а у меня больше, меньше. Кто-то начинает думать, что ладно, было у тебя много мужчин, но никто тебя так не обеспечивал, так сказать, так как я, это такие вот потомственные, махровые обеспеченные. В итоге все равно, но все сводится к тому, что вы начинаете стараться, стараться в постели, стараться обеспечивать, стараться давать денег. Я просто нахуй послал бы, честно говоря. А в чем он не прав, понимаете? В том-то и проблема заключается, что МДшники нет, у них есть ше-база, у них есть ше-моменты, действительно, это правда. У них есть ше-представления, дурацкие, абсолютно несоответствующие реальности. Но некоторые поведенческие установки, мне кажется, у них довольно правильные. Быть эгоистом больше. Это нормально. Это, блядь, нормально. Женщины тоже будьте эгоистками, да, во многом. Это тоже нормальный совет для женщин. И мужчины тоже будьте эгоистами, соответственно, да. В том плане, что если вы будете рассматривать все альтруистично, ой, да я ради этой заиньки там все-все-все-все-все сделаю, то вы в итоге останетесь ни с чем. И вас еще обдерут как липку и выебут сверху. Ну, это известный факт, что в отношениях ни в коем случае нельзя стараться. Ну, а то можешь стать махровым обеспеченном. Не, ну в отношениях реально лучше не стараться, потому что если вы постоянно стараетесь в отношениях, это вас психологически сильно вымытает. Если у вас такие отношения, в которых вам приходится постоянно стараться, вы их просто не вытянете, скорее всего. Кстати, ввиду этого я и не люблю вот эту вот схему, согласно которой, ну, вы должны стараться в отношениях, вы должны себя менять, вы должны делаться лучше и лучше и лучше, вы должны прорабатывать все проблемы. Я не выдержал бы такого постоянного напора всех этих изменений. Приветствую, Артик МС. Постоянных требований, постоянных вот этих вот хотелок. То есть, если вы видите человека, и вы проводите с ним время, и вам приятно, и вы не замечаете каких-то проблем, заебись, живете совместной жизнью, и если каких-то радикальных проблем нет, ну, есть вещи, которые можно сгладить, да, типа, ну, ну, допустим, срет она, ну, там, достаточно много в унитаз и смывает плохо. Ну, окей, типа, знаете, всякое бывает, это можно стерпеть. Но если есть какие-то, ну, непримиримые вещи, которые вас взаимно бесят, лучше просто расходиться. Ну, и в принципе, в принципе, совет сейчас Рвачёва, он в этом и заключается. Но вот она пытается с вами играть и сделать вашу жизнь, по сути, это хуже. Вы хотите соревноваться с какими-то долбоёбами? Да нет, наверное, вы не хотите с ними соревноваться. Это как реально какая-то хуйня произошла. Рассказывать о своих бывших, по-моему, самое худшее, что можно придумать, ну, в женщине лично. Это не то, что нужно услышать. Этими отношениями нужно понимать, что вы просто себя убиваете. Но есть ещё и вторая цель у этой манипуляции. Это просто над вами поиздеваться. У неё даже, например, вдруг так случилось, каким-то чудом, и не было много мужиков. Но она специально это заявляет, а далее смотрит на реакцию. Вот что удивительно, как человек может всё красиво подстроить под себя. Если тебе просто говорят обычный такой, ничего не примечательный факт. Ну, у меня там было сколько-то там мужчин. И ты начинаешь думать, а я лучше или хуже? А сколько болтов она по... Ну, он и говорит, не надо об этом думать. Он и говорит, что не надо об этом думать. Всё. В чём проблема? Видала, а как же мой болт, а как там её гайка? То проблемы, то только у тебя. То есть, я, конечно, понимаю, что мужчинам из мужского... Ну, проблему у него, и он предлагает вариант, как от этой проблемы избавиться. Чё, нет? Чё, нет, что ли? В этом и суть. Ребята, не думайте, не зацикливайтесь на такой хуйне, пожалуйста, говорит Сарвачёв. В чём он не прав, по сути. И в чём Сарвачёв не прав, скажи мне, пожалуйста. Ведь надо зацикливаться всё-таки, или не надо зацикливаться насчёт гайки? Или гайка как-то на гайка пройдёт мимо? Мне здесь просто интересно, просто вот как-то вот... Хотелось бы, да, обоснование услышать. Что делать со своей гайкой, если у неё было много болтов? Чё? Чего, блядь? Поделать со своей гайкой, если у неё было много болтов, блядь. В движении очень нужны какие-то невероятные злостные женские манипуляции. Но, ну, слушайте, женщины тоже манипулируют. Можно было найти что-то, что действительно хотя бы является манипуляцией. Это реально может кого-то настолько уязвить. И даже не с точки зрения, что плох тот блокнот, в котором писала много ручек. А потому что ты будешь постоянно думать, сколько же, как же у него там, у этих других. Да нет, лучше друг другу просто про партнёров взаимно не рассказывать. Если вы рассказываете про партнёров, это взаимно плохо. И для женщин, и для мужчин, короче. Если вас об этом заранее не спрашивают, не, говорите об этом никогда. Если вас об этом спрашивают, подумайте 10 раз перед тем, как рассказывать правду о том, сколько у вас там партнёров было. Реально 10 раз подумайте. Особенно если вам там человек нравится, и вы хотите с ним отношения завести, реально иногда лучше умолчать, если есть такая возможность это сделать. Ну, просто это неприятный разговор в среднем. И для мужчин, и для женщин, соответственно, неприятный разговор, понимаете? Тут как бы у нас и у мужчин, и у женщин есть стереотипы по отношению друг к другу. И мы почему-то очень сильно хотим, чтобы у нас, по большей части, было как можно меньше партнёров до этого. Вот, ну, не всегда, но довольно часто. Я думаю, что и мужчинам надо преуменьшать количество своих партнёров, или лучше вообще о них не говорить. Просто потому, что это лишний раз будет человека вашего нервировать, лишний раз будет как-то негативно на это всё воздействовать. И я, соответственно, не думаю, что это того вообще стоит. Лишний раз, лишний раз, в общем-то, поднимать какую-то неприятную для вашего потенциального или существующего партнёра тему мех. Короче, мех – это плохая стратегия, это плохая стратегия, которая скорее вам помешает. А если она просто с тобой поделилась? Кстати, возможен и третий вариант. Она просто очень, очень, очень тупая. Поэтому рассказывает реально, как оно всё есть, даже без задней мысли. Вы знаете, что и своим подругам, и людям на улице она будет и про вас рассказывать тоже всё как есть. Тупые женщины, они зачастую такие. Кстати, оговорюсь в качестве дисклеймера, не считаю всех женщин тупыми, восхищаюсь ими, люблю, обожаю. Но, тем не менее, нельзя отрицать, что среди женщин есть и очень глупые. Оговорюсь в качестве дисклеймера, я не считаю всех мужчин прожжёнными сексистами и мразями, но определённо среди мужчин есть Сарвачёв. Просто мне ещё очень нравится сравнение. Опустим тот факт, что для него, если женщина искренне, честно сказала, что да, у меня было много мужчин, это значит, что она тупая, потому что этот факт почему-то, оказывается, нужно таить глубоко в себе. Это же что-то ужасное, что-то позорное, не дай бог Сарвачёв. Но это неприятное. Для большинства людей это просто неприятная информация. И мужчин, и женщин. Начнёт мерить сантиметром свой член. Но он буквально сравнил тот факт, что женщина своему близкому, возможно, любимому человеку, своему партнёру сказала, что у неё было много мужчин, с тем, что она может в таком случае любому прохожему рассказывать про их личную жизнь. Не, ну если у тебя близость с твоей партнёршей примерно такая же, как с любым прохожим, соболезную, так сказать, это немного ненормальное сравнение. Ты разным людям можешь говорить разную информацию. И со своим парнем я обсужу, сколько у меня было половых партнёров и как там у нас всё было. А со своей мамой никогда. А с мамой я тоже очень-очень близка. Но просто это другой тип информации, не тот, который ты будешь обсуждать с мамой. Ну и вот на такой великолепной ноте я хотела бы закончить наше последнее в этом году. Не, с партнёрами эту хуйню лучше не обсуждать в любом случае. В любом случае не рекомендую. Хуй его знает. Ну если вы особо, если вы только уверены в том, что это партнёру понравится, прям он может быть куколд, я не знаю, или ещё что-то такое. Может быть, может быть, это будет позитивно, да, оценено каким-то образом. Но если ваш партнёр не куколд, да, или если у него нет каких-то там желаний об этом узнавать, лучше просто на самом деле и промолчать, да. Промолчать, промолчать и промолчать. Заебись. Промолчать. Молчание – знак великого спасения.